Идем далее. Должники не пройдут. Дорожные полицейские совместно со службой судебных приставов в наступившем году вновь объединили свои усилия. Сегодня в обеденное время на главной городской улице Ленина сотрудники правопорядка останавливали автовладельцев и проверяли их на наличие долгов перед государством. Возле Соборной площади прошел традиционный рейд под названием «Дебитор». Здравствуйте. Здравствуйте. Рейд проводится у нас. Очень хорошо. Многие уже привыкли к подобным проверкам на наличие неуплаченных штрафов. Однако технологии не стоят на месте. И в этот раз судебные приставы подключили к мероприятию дополнительное оборудование, привезенное из Перми. Установленная неподалеку от экипажей ДПС камера издалека определяет номер авто, выискивая в базе данных должников. Камера срабатывает, сотрудники ДПС останавливают, приводят нам должника. Мы проверяем его по банку данных исполнительных производств. Если есть наличие задолженности, мы исполняем. То есть проводим меры, если должник готов оплатить верную сумму. В специальном фургоне судебные приставы напомнят должнику о просроченных штрафах или налогах и предложат оплатить их на месте. Если договоренность не достигнута, либо должник находится в розыске, судебные приставы готовы пойти на крайние меры – забрать автомобиль или личное имущество. Если задолженность большая, мы арестовываем автомобиль, либо принадлежащий ему имуществу, это может быть сотовый телефон, какие-то личные вещи, принадлежащие также должнику. Согласно статистике, такие рейды приносят положительные результаты. Ведь зачастую люди даже не подозревают о своих небольших правонарушениях. Что касается злостных нарушителей, система помогает сократить их количество. Сотрудники дорожной полиции, в свою очередь, напоминают – неуплата штрафов может внести существенное изменение в ваши планы. Если есть два неплочных штрафа, тогда доставляется данный водитель, не уплативший штраф в строк, в изолятор временного содержания.